И вот кто еще у меня зацвел. Еще одна моя SLC Кэтрин Кларксон гибрид с RLC Sunspots. И вот здесь вторая такая котлейка, которая с малыша у меня. И она выглядит по-другому. Она почти что зеленая. Во всяком случае, когда распустились эти цветочки, она почти что зеленая. Ну, фон у лепестков, конечно. Потому что губа очень яркая. Посмотрим, как она изменится дальше. Только не меняйся, только не меняйся. Как мне нравятся вот такие зеленые лягушата. Так мне хотелось. Есть у меня один кросс. Должны быть зеленые цветы. Но это совсем другая история. Совсем другой гибрид. Вау! Как мне нравятся вот эти вот такие веснущатые зеленые. Ну, лягухи такие. Посмотрим. Ну вот, она полностью расцвела. Моя Кэтрин Кларксон. И она зеленая. Цветы зеленые не изменились. Я не знаю, на камере они какие-то желтоватые, такие лимонного цвета. Но на самом деле, и может быть и на видео, они будут зеленые. С такими бордовыми точечками. Ну, вообще, просто прелесть. Два совершенно разных седлинга. Совершенно разных малыша. С цветущей разными цветами. Тот же самый, еще раз показываю. Вот та же самая котлея, которую я уже показывала вам. Первый мой подарочек расцвел желто-оранжевыми цветами в такую же точечку, с такой же губой. Нарядная и яркая. А вот второй мой подарочек оказался зеленым. Как я люблю зеленые цветы котлеи. Два года я собирала только крабчатые котлеи. Только крабчатые. Ну, и вот так вот. Мне повезло, что два с одинаковыми названиями седлинга имеют разные цветы. По цвету разные. Вот такая красота. Она растет вот в таком горшке. Не знаю, как меня угораздило вообще. Вот такой странный горшок ее засадить. Вот, он очень такой нестабильно стоящий. Поэтому я поставила в нормальный котлейный горшок, в котором она и будет потом расти. Я ее пересажу. Корни раздули этот горшочек. И она такая вот, если вы видите, она как бы, как змея такая, в длину вытягивается. Ее резума. Все вот эти вот дико растущие видовые котлеи, вот как Агландиаи, Шелериана. Вот она принимает такую вот форму этой котлеи, как бы вытягивается в длину и извивается, как змея. Очень красиво. Такие очень восковые цветы, как воск, твердый. Котлея Бавринджана Сирюлесенс. Сирюлея, Сирюлия. Сирюлесенс обозначает голубой вид цветов. Это значит, она будет у вас голубая. Первый раз цветет у меня такая котлейка. Я ее с малышки ращу. У нее два цветоноса. На одном два цветка, на другом четыре. Она цветет небольшими цветами, но их очень много. Она славится тем, что на одном цветоносе у нее может быть до 20 цветков. И растет она довольно высокая. До метра высотой бульбы у нее будут. У нее очень красивая такая ярко-сиреневая губа. Легкий такой травянистый цветочный аромат. Растет она в Центральной Тропической Америке, в естественной среде. И славится она тем, что у нее совершенно уникальные вот такие вот раздутые в основании псевдобульбы. Вот такими вот шишками, такими бульбами растут. Вот резомы как таковой не видно, а вот такие вот бульбы. Ну и, естественно, вот эти вот раздутые бульбы должны быть над поверхностью субстрата. Мне очень нравятся голубые котлеи. Очень нравятся бледно-сиреневые, голубые. Ну и это же ее первое цветение. Вот так много цветов еще. Очень нежные, прозрачные. Ну и, как сказано об этой культуре, котлея бавринджана не нуждается в отдыхе. И очень легкая в уходе. Ну и еще одна котлейка цветет. Тоже первый раз я ее купила за 4 доллара на выставке. Вот такие вот цветы. Цветы просто божественные. Ну, я думала... Название ее котлея Пината Сепресс. Вот сюрприз так сюрприз. Я-то думала, что у нее будут бледно-бледно-розовые, почти белые цветы вот с этими вот крапинками. Вот этими бордовыми крапинками, яркой губой, капюшон яркий. Все как есть. Но она оказалась в довольно интенсивной... Душистая. Такой сладкий у нее, цветочный, такой... со специями запах. Ну, и сейчас такой период, когда расцветают всевозможные ансидиумные у меня. Это вот уже второй раз цветет ансидиум рози сансит розбат. Бутоны розы. Ну, вот, похоже, что-то... Тона, как розовые бутоны. У нее много цветоноса. Один уже отцвел, я отрезала. Такая миниатюрная орхидейка миниатюрная. Орхидейка миниатюрная. Орхидейка миниатюрная. Орхидейка миниатюрная. Орхидейка миниатюрная. Душистый. Пахнет, как... Пирожное. Еще такая маленькая котлейка расцвела. Ну, вот она и зацвела. Моя тилансия. Симбиоз такой у них с Вандой. Вот ее цветок. И скоро будут семена. И расцвела Ванда Денисониана. Вот второй раз за полгода. Такие восковые цветы у нее. Посмотрите на этот узор на лепестках. Какой красивый. Узорчатые такие. Очень душистые. Такой цветочно-мынный аромат. Очень приятный. Причем она пахнет в течение всего дня. И днем, и вечером. Начиная с утра. И вечером. Ну, и тоже второй раз за полгода расцвела вот эта мини-котлейка Love Sound Сегури, которая полгода назад цвела большим, огромным количеством цветов. Ну, а сейчас у нее только на одной новой псевдовольбе два цветочка. Она вырастила еще. Псевдовольбы их много. И даже есть чехлы, но я не знаю, будут они цвести или нет. Это новые. И еще новая растет. Она очень активно растет. И одна бульба выдала мне два цветочка. Как бы не забывай, я с тобой. Love Sound Сегури. Ну, и дедробью мы мои твердо-листные продолжают цвести. Зеленый. Ну, так уже не обильно последние их цветоносы. Белый зацвел. Он тоже в этом году не обильно цветет. Ну, что тут? Несколько цветков только. Немножко такая салатная серединка у него. В прошлом году у него было, наверное, три цветоноса очень длинных, как у моего голубого и зеленого. Ну, а в этом году он немножко отдыхает. как бы только один цветонос. Он немного душистый. Ну, как все они. Слегка. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok